Всем привет! Сегодня у нас 7 июня 2020 года. Вчера 6 июня приехал в сад посмотреть, промониторить болезни, вредители. Вроде сад более-менее чистый, мучнистой росы не видать, парши тоже особо не вижу. Ждал вечера, чтобы провести обработку профилактическую от парши, мучнистой росы, дли и яблоневой подожорки. Ждал вечера, в 9 вечера начал обработку, уже не стал снимать. Сегодня вот сниму, расскажу, покажу, чем я буду обрабатывать, покажу состояние сада на данный период. Солнце светит, может плохо видно. Вот такое состояние листвы. Урожай в этом году средний, на некоторых яблонях более-менее, на некоторых слабее. Мороз дала себе знать. Было два приморозка конкретных. Такой вот лист, прирост есть. Так вот растет. На некоторых сортах видел на кончиках тлю. Вот, кстати, есть. Я обработал, муравей бегает. То есть, она должна в ближайшее время погибнуть, эта тля. Сейчас потеплело, начнется активация плодожорки, потому что в плохую погоду она как бы не летает. Пуши по три, по четыре раза в день дождь, ветер, холодно, ночью, днем до двадцати было, ночью опускалось до плюс шести. Так, сейчас пойдем глянем еще некоторые сорта. Так, это у нас сорт пинкледи. Яблочек чуть-чуть есть. Ну, такой они маленькие, ну, посмотрим. Обработку по груши проводили такую же самую, как и по яблони. Теми же самыми препаратами. Лист у груши тоже чистый, вредителя не вижу. Груша имеет уже размер грецкого ореха. Делалась нормировка, потому что залези было очень много на груши. Такая имеет вид. Вот сколько груши. Захожу по саду, смотрю, что у меня прилетел рой. Сейчас покажу. Я вот не знаю, что с ним делать. Он сам улетит или не улетит. Вот тоже груша. Тоже завязи много видно. На вишню вот залетел рой. Пчел. Блин, они сами улетят хоть. Отпишитесь в комментариях, скажите, потому что я не пчеловод. Жена говорит, вишня скоро поспеет. А у нас тут пчелинный рой. Что с ним делать? Вызывать пчеловодов, чтобы снимали его. Или он сам может улететь с моего сада. Потому что я не знаю, что с ним делать. Такой немаленький рой. Жужжали так, что капец. Я думал, вертолет прилетел. Отпишитесь в комментариях, скажите, пожалуйста, что мне с ним делать. Вот сорта яблока эра. Это, можно сказать, первое подношение в этом году. Тоже вид вот, можно видеть. Яблочки завязались. В том году было пару сигналок. Но они отпали еще зелеными. Я их не попробовал, можно сказать. Такой красивый цвет яблока. Вот так вот наверху завязалась. Лист вроде здоровый. Прирост есть. И вот рядышком это сорт Red Passion. Отличаются яблоки. Они более такие блестящие. Чем Эры. Это Пирос. Он в том году у меня поразился чуть-чуть паршой. Пока я не вижу на нем парши. Прирост хороший. Муравьи заносят нам тлю. Большое вам спасибо. Теперь надо обрабатывать. Так. Вот оригинальное яблочко. Это Candice Nap. Для кваски. Для закваски. Просто яблоко. Супер. Для еды на любителя. Я больше его в квашеном виде люблю кушать. Для свежего потребления есть другие сорта. Более вкусные. Чем Candice Nap. Но оно очень красиво. Оригинальной формы. Вот такое. Тоже лист чистый. Рядышком вот сенопалматинский. Такой медведь. Тоже яблочки блестящие. Красивые. Тоже листы. Более-менее чистый. Хороший. И так на других сортах тоже. Так. Ну давайте сейчас разберемся, чем проводить обработку. Работал я вчера препаратом Шевит. Это контактно-системный фунгицид. Отлично справляется по болезням таким, как парша, мучнистая роса и плодовая гниль. Этот препарат разводится 20 грамм на 10 литров воды. Очень мне нравится он как работает по винограду, по помидорам, по яблони и по груши. Плюс работали препаратом мачт. Этот препарат хорошо работает от плодожорки, от тли. Разбавляли его 8 мл на 10 литров воды. Этот пакетик идет 4 мл. То есть этот пакетик разводится на 5 литров воды. Нужно на 10 литров воды 2 пакетика. Не забудьте об этом. Плюс к этому всему добавляли Пуантофол. Это удобрение по листу хорошо работает. Концентрация 20-20-20, 20 азота, 20 фосфора и 20 калия. Работал им 25 грамм на 10 литров воды. Пуантофол работаю раз в 15 дней обработка по листу по всем культурам в данный период вегетации. Кому понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока.